Братья-месяцы Братья-месяцы А бабу за нос хватают, мужика за уши пощипывают С позимней Казанской скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по сухим берегам, по веретейкам До Казанской настоящей зиме не бывать, а после Казанской не миновать День сей считался одним из самых главных женских праздников, а также крайне удачным для замужества А дождь или снег, которые на этот день непременно выпадали, служили лучшей приметой для благополучного заключения семейного союза Недаром же говорили в народе, кто на Казанскую женится, счастлив будет А почему бы и нет? Кладовые от летних запасов ломятся, народ, успевший уже дух от бесконечной работы перевести, сговорчив и весел Впереди долгие зимние месяцы, когда и отоспаться, и обласкаться времени хватит Так что, вспомнив о том, что жениться скорее, дома прибыльнее, стоило ли дело благое на потом откладывать Добрая жена, да жирно ищи, другого счастья не ищи Казанское в народе праздновалось с размахом К этому времени хозяева рассчитывали бы траков, каменщиков, плотников и других наемных рабочих, которые возвращались в родные деревни В ноябре, когда солнце сквозь слезы дождя улыбается, белых мух рукой гоняя, такие резкие перемены погоды не в диковинку Бывало и так, что до обеда дождит, а в вечеру снег лежит Да и Казанское барыня непредсказуемая В этот день бывалые люди непременно советовали Выезжаешь на колесах, а полозья в телегу клади Потому что до Казанской не зима, а с Казанской не осень 4 ноября проветривают и окуривают можжевельником подпол Чтобы запасы не подгнивали и не иссякали А также добрые люди вдаль не ездят Говорят, может случиться несчастье в дороге А девушки шли ранним утром в лес и срывали еще не оттаивший от иния листок березы Которые потом смотрелись, как в зеркальце Считалось, что после такого обряда даже самая некрасивая девушка непременно похорошеет А кроме того, береза – это дерево небесной богородицы Лады-матушки Богини красоты и любви Она – любящая и нежная мать большинства светлых богов расы великой Богородица-покровительница всех народов великой рассеяния В этот день примечали Ливневый дождь 4 ноября, значит, ненастья продлится еще долго Утренний туман предвещает отепель, а ясный день – похолодание Нет дождя – ждение урожая в следующем году А еще говаривают Матушка Казанская спросит воросту-вязанку Наступают настоящие холода Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok